Накануне плановых ремонтных работ на заводе СПГ в Пригородном его сотрудники рассказали журналистам, как будет вести себя факельная установка. Об этом сегодня в программе «Энергия». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За моей спиной вы видите факельную установку сжигания газов. Также мы ее называем предохранительный клапан нашего завода. Насколько надежен сам завод, безвредна ли его факельная установка, эти вопросы всегда волнуют сахалинцев. Особенно тех, кто живет неподалеку или отдыхает в пригородном. Сегодня компания «Сахалин Энерджи» пригласила на завод журналистов, чтобы рассказать о предстоящих ремонтных работах. Они запланированы на середину июня. Завод производит сжиженный природный газ. Чтобы мы понимали, газ в газообразном состоянии поступает на завод и уже на выходе выходит в жидком виде. При этом он проходит несколько циклов обработки. При плановом ремонте, чтобы поступить доступ к какому-то оборудованию, его надо освободить от углеводородов. Мы не хотим их просто сбрасывать в атмосферу, потому что это не экологичный путь. И это очень негативно сказывается на окружающей природе. Поэтому мы его отправляем аккуратно на факельную систему, сжигаем, рассеиваем в атмосфере. Во время экскурсии специалисты завода СПГ предупреждают. В дни плановых ремонтных работ высота факела может быть более 10 метров. И подчеркивают, газ, который сжигается на факельной горелке, не опасен. В атмосферу выделяются только его продукты горения. Углекислый газ, вода и никаких токсичных веществ. Во время плановых ремонтных работ факельное горение увеличивается на время остановки и на время пуска технологических линий. И это может немножко волновать население Сахалинской области. Мы бы хотели предупредить, что это неотъемлемая часть безопасной работы завода. Ежемесячно воздух пригородного исследуют специалисты Сахалинского метеорологического агентства. Сегодня журналистам показали, как пылевые бригады берут пробы с двух рубежей. Здесь примерно 1250 метров сейчас от факела. Если вы посмотрите. И вторая бригада сейчас работает на удалении 40 высот факела. Мы сейчас не видим. Это в районе 5 километров. По направлению ветра. Для того, чтобы определить отрассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. Берется проба воздуха. И мы смотрим на вот этих рубежах, какова концентрация основных загрязняющих веществ. Таких как оксид азота, бензопирен, формальдегид, метан и углеродоксид. Женя, давление 7,5,8 и 7. Все оборудование у нас сертифицировано и поверено. Проходит ежегодную поверку. Почему мы такое используем? Потому что оно надежное. Постоянные исследования метеорологов подтверждают. Превышение загрязняющих веществ в воздухе пригородного пока выявлено не было. Воздух здесь в десятки раз чище, чем в Южно-Сахалинске. Бегут по трубам нефть и газ, таблички на поверхности. Внимателен будь каждый раз, гуляя в этой местности. Но знай, что каждая труба имеет спецзащиту. Чуть что сработает она. На это и рассчитано. Но безопасность ведь, дружок, зависит также от тебя. Костер тут жечь нехорошо. Копать тем более нельзя. Шипение, запах, лягу, трава желтая, а лето. Бежать! Ты правильно смекнул. Знай, что утечка это. Поведай взрослым все скорее. В рассказе больше ясности. Пускай звонят они быстрее в службу безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова